Ну еще одна тема сегодняшнего дня, 16 марта 2016 года, это на что надеется токсичный Яценюк. Почему токсичный? Потому что он превратился в субъекта, который всем отравляет жизнь, всем мешает и не позволяет разрешить коренные противоречия в политической и экономической системе Украины. Но при этом он прекрасно осознает, что его уберут и по большому счету для Яценюка сегодня выбор заключается в том, чтобы сохранить позиции, которые позволят ему реинкарнироваться на следующих циклах политической жизни. Поэтому он сражается не за кресло премьера, он прекрасно понимает, что там дни его сочтены, но он сражается за то, чтобы дождаться такой ситуации, когда его уход не будет окончательным. То есть он выскочит там либо в Верховной Раде, либо на какой-то другой позиции и для него это является ключевым, потому что он уже игрок, он хочет видеть себя в какой-то перспективе и тут не вопрос ключевой для него в том, чтобы там любой ценой сидеть в кресле премьера, либо оказаться в кресле главы НБУ там, либо кого-то еще. Вот и вся суть ситуации. А для остальных он превратился в проблему, потому что он перестал выполнять свои функции. Прежде всего это функции, связанные с балансом сил и функции, связанные с целиком как громоотводом. Речь идет прежде всего об интересах Порошенко, потому что для Порошенко фигура премьера была удобна громоотводом, на который можно было перекидывать, как говорят у нас, стрелки. И тем самым спокойно решать свои дела. Но вторая принципиальная важная функция, это функция баланса сил, она важна с точки зрения того, что никто не должен монополизировать власть, как это чуть ли произошло при Януковиче. И Порошенко, который имеет сильную тенденцию в этом направлении, он в этом плане упирался в позиции Яценюка, стоящие за ними ФПГшками. Ну тот же Ахметов, допустим, который лоялен к Яценюку по причинам совпадения интересов. Коломойский и другие игроки. И таким образом, обеспечение со стороны Яценюка баланса сил делало его выгодным для других партнеров. Но поскольку за два года правительства Яценюка, или два правительства Яценюка, не добились каких-то очевидных успехов, а это было опять-таки невозможным не только по причине того, что Яценюк не хотел, но и по причине того, что власть фрагментирована между различными финансово-промышленными группами и центрами влияния, то мы видим, что его рейтинг совлился в нулю, к нулю легитимность резко упала, он превратился в раздражающий фактор для населения, следовательно, он превратился в проблему для всех. Поэтому идет борьба вокруг того, как выстроить новый баланс сил. Вот ключевое противоречие. Но при этом ослабевший Яценюк продолжает держать блокирующий пакет в своем кармане Верховной Раде, потому что его-то убрать легко, а назначить нового премьера очень тяжело, поскольку для этого необходимо сбалансировать опять-таки интересы, прийти к пониманию того, кто за что отвечает, кто будет дальше сидеть, на каких потоках там, и прочее, 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 циничная заставляющая украинской политики. И вот здесь начинается конфликт интересов, которыми Яценюк цинично опять-таки пользуется и затягивая время, опять-таки реализует себя с точки зрения поиска той конфигурации будущего, где он будет востребован. Поэтому я еще в 2009 году, по-моему, во время президентских выборов говорил о том, что на самом деле, если мы посмотрим на судьбу Яценюка, то он выступает в роли такой черной вдовы, которая съедает, как известно, своего самца. А в нашем случае тот, кто вступает в Альянс со Цинюком, он в конечном итоге отравляется им, токсизируется, точно так же, как черная вдова, спариваясь с самцом, и он в конечном итоге очень часто его убивает. Вот поэтому Арсений оказался очень жилистым и очень крепким игроком, несмотря на свою внешность ботана и те обидные прозвища, которые ему приписывают. Так что я думаю, что мы увидим еще много интересных поворотов в его карьере, и думаю, что он принесет еще немало горя тем, кто с ним свяжется. Заканчиваем.